Мама трёхлетней фаворизовой Айслу просит помощи татарстанца в поиске её дочери. Она находится в розыске с 1 апреля. Напомним, за началом этой истории следили практически все социальные сети. Видео, как мужчина разбивает стекло машины, в котором находилась женщина с двухлетней тогда дочерью, облетела интернет. Мужчина с силой забрал ребёнка. С тех пор свою дочь девушка видела лишь несколько раз. И ни разу в этом году, несмотря на решение суда, Анна Гротнова расскажет, почему. 12 июня минувшего года девушка с дочерью ехала в деревню, когда на машину набросился отец ребёнка. Чуть больше, чем за две недели до этого в суд было подано заявление о разводе. Муж прекрасно знал о том, что я обратилась в суд с заявлением о разводе и место определения ребёнка. Но не дожидаясь решения суда, он отобрал у меня дочь. Ну, он говорит, как получается, давай подпишем мирное соглашение, то, что ребёнок остаётся у него. И только потом он, получается, даст мне видеться с ребёнком. Предварительное заседание суда потом состоялось. Согласно его решению, дочь до определения места её проживания должна была жить по месту прописки в квартире отца. Мать могла быть с ребёнком только в отведённые часы. Но с 23 ноября дочь она не видела вообще. Через пять дней после их встречи набережно-челнинский суд вынес решение, что дочь должна быть с матерью. Но этого оказалось мало. Отец девочку отдавать не собирался. Судебные приставы объявили ребёнка в розыск 1 апреля. Но он результатов до сих пор не принёс. Мать девочки уверена, она живёт с отцом в Челнах. Но приставы застать их дома не могут. Мужчина за неисполнение решения суда ограничен в праве вождения автомобиля. Но его периодически видят за рулём разных машин. Девушка просит всех, кто увидит её дочь, сразу же позвонить ей или в службу судебных приставов и сообщить местонахождение ребёнка. А также сообщить автоинспекторам, если вдруг её бывший муж будет замечен за рулём. Анна Городнова, Высов 112.